Живу в палатке, я исследую, как Миклуха Маклай, как при Живальске шли. Я родом Скамбаровска. Вот еще буду эти передачи доживем, эти бревна через себя буду швырять. И это за 70 лет я начинаю познавать, где моя жизнь была, как все. У нас в Писании написано... В Писании, а вы по Библии, да, как-то, нет? Нет, это секты по Библии, я с этим не занимаюсь. У них это вот, Библия и все, книга, буквы. Ну вот, в смысле, наша ведическая вот эта азбука, которая была квадратная, и можно было прочитать любой столбик, любую строчку и какой-то смысл вынести. Вы про это? Это было, отвечу, как понимать, Максим, все во времени. На все, то было время такое. Теперешнее время, оно как бы к концу, к концу время, по нашему Писанию, Иван Богослову, антихрист. А он заступил, когда Рюриковичи, Романовы, цари, пришли, а они слабые. Рюриковичи, это были мощные цари, Иван Грозный там, все такие. А Романовы, они уже о культуре европейские. Этот Питер построили, это уже слабо. Так, а Петр Первого, его же заменили, там был Ж. Петр, он привез картошку, которая нашу редьку или репку, то есть вытолкнула. Не вникает в это, там история такая запускная. Я в этом туда тоже не лезу, потому что туда сложно копнуть. Да и лучше не надо. Вот, вкратце, что-то слышал, кто-то говорит, ну и бог с ними. Он хочет на нем зациклиться, ну пусть живет. Конечно, зачем? Ну, на этой жизни, каждый день он новый. Я себе говорю, утром, если как ты говоришь, не расстелся, проснулся я, новый день, чего мне багаж вчерашний тащить? Меня ждут великие дела. Ну, какие или нет, ну, есть чем заниматься. Жизнь наполнена смыслом. Да, и вот, и чего, вот тебе главное, ты вырабатываешь, не растеянность, а воля. Вот собранность, то есть, концентрацию внимания и воля. Максим, все в воле. Если ты в воле выработаешься, у тебя будет волевым. Да тебе ничего не страшного, и никто, и алкоголики, и пачки, и ты на них будешь смотреть, как на несчастных. Ну, оно так сейчас и есть. Ну, я просто не забываю свой старый опыт. То есть, я оттуда пришел, и мне туда скатиться, как бы, недолго. Не думай об этом. Вольна. А у нас в вере, в христианстве, это воля Божия. Он дает. Вот это верно. Вот очень правильно сказали. Так это Русь. Это Владимир. Он же принял крещение, но случилось что? Понимаешь? Он как бы равноапостолим называется. Он был. Почему такой? Он все раздавал. Он все... Начало было. И он все лечил в это. Бедный помогал. Все. За крома пустили. Ему говорят, за крома пустили. Не очень там и сыновья были, князья. А он говорит, а что вы? Делайте, как я вам скажу. Бог видит все. Он это сотворил. Значит, что-то он и решит. А я поступаю вот так, как мне велено им. Византия дала, воскрестила. Они тогда ему говорят, пусть это теперь все наполнились. Ну вот видите. И получается, все сотворил он до букашки. И если бы мы по нем пошли, по воле Божией, да все тут рай был бы. Да, конечно, все бы расцвело. Он дал все бы. В мире согласии. Ну все бы к вам. А так он, видя такое, что делается, люди уничтожают другого. Вольно, ты знаешь. У нас уже, Украина. Это же тоже братья были. Образно. И в Сирию вели, и кругом образно, да, это, скажем, политик. Но нету на Бога опоры. Храмы, да, есть храмы. Уже и золотые, уже и все. Люди на каких машинах. Но Бога-то нет в душе. Духовно. А рядом бомж. В России за черепой бедности 20 миллионов. В каком ты состоянии были? Кто-то приложил усилия к тебе подобное? Пипятелись. А ну 20 миллионов это только официальных. А те, кто на работе работает, они же в кабале. Это же тоже, это нищество. Нищество разума всего. Ну, Бог, что не видит, я вам дал Россию богатейшую. И нефтегаз, и камни. И леса, просторы, моря. Ну, все. А почему у вас такое творится? Так, образно, если мы так вот помыслим. Он, конечно, не отворачивается, потому что он сотворил это. Он, я даже не знаю, он один. Как он это все, это любовь. Бог. Знаете как, Владимир, это получается, Бог, он, как говорится, не знаете, поймете это слово, нет, трансцендентный. То есть, он переживает за наш успех, но если мы от него отворачиваемся, он своей волей на нашу не влияет. Кувыркаться, получать этот опыт, пожалуйста, получать. То есть, хочешь быть, я не знаю, страдать, страдать. То есть, а смысл, что можно просто взять не страдать, то есть, пустить любовь Бога в сердце, да, или как это правильно сказать. И все, и жить по воле Божьей. И тогда будет все складываться. Ну, просто тоже, кто-то хочет богаться, и вот это эгоистическое их от этого. Ну, и ты правильно слово одно сказал, эгоизм к рукам. Я. Так это от демона, да? Эгоисты. Это он, все они правят. Так мы, получается, у нас, ты крещен, нет. Не цепляешься за религию. То есть, я иду к Богу через сердце. Ты крещен, все. Значит, ты знаешь, что... Это не мной принятое решение. Понимаете, как... Не думай, не об этом я. Не спеши. У тебя есть ангел. Ну, это у меня есть обязательно. Вот. Потому он страдал. Когда ты был в каком состоянии, что с тобой было, это было с ним. Но ты не знал. Я тебе могу показать его. Ангел. Да. Ангел-хранитель на каждый день месяца размышлений. О, какие интересные. Можно... Вот так. Вот это Русь. Вот. Вот. 2009 год. Вот. Ну, вот, например, ладно. Вот это начало. Не спеши. Вот начало. Сразу с предыставиловия, да, начнем? Вот это тебе много скажешь. Все размышления, издаваемые в свет, написаны на каждый день одного только месяца. Но благочестивый читатель может повторять их чтение в те дни и числа месяца в продолжении года и даже в течение всей своей жизни. Повторяя их со вниманием, он, без сомнения, возбудит в уме свои новые мысли, которые при каждом повторном чтении более и более утвердят его в сердце благоговейное чувство к ангелу-хранителю. Питать это святое чувство в благочестивых сердцах. Вот единственная цель, с которой все издание в свет вышло. Понятно, понятно. Ты сам мне это дала в Крыму, сестра одна. Там, брат, я это каждый день. Вот сегодня какой день? Так, сегодня у нас сейчас 28-е. 28-е? Вот найди 28-е. И вот можешь прочти хоть чуть-чуть. Это поразительно. И вот велел взять под стражу апостола. Петра и заключить его в темницу под стражей 16 человек с тем, чтобы после праздника Пасхи предать его смерти. В то время, как Петр был под стражей, в темнице церковь неперестанно молилась о нем Богу. В ту ночь, после которой Ирод хотел вывести его перед народом, Петр, скованный двумя цепями, спал между двумя войнами. А стража у дверей терегла темницу. Но вот ангел Господень перестал, и свет осеял темницу. Толкнув Петра, небесный вестник пробудил его и сказал, встань скорее. И цепи упали с его рук. Ну это прямо какая-то легенда. Потом ангел присовокупил, опоявшись и обуяся, надень одежду твою и иди за мной. Петр вышел и шел за ним, думая, что видит не событие действительное, а сновидение. Прошедшие первую и вторую стражу, они пришли к железным воротам, ведущим в город, которые сами собой отворились. Они вошли и прошли одну улицу. И вдруг ангел не стало с ним. Тогда Петр, пришедший в себя, сказал, теперь я вижу воистину, что Господь послал ангела своего избавить меня из рук Ирода. И от всего, чего ждал народ иудейский. Он меня подвозил на свои газели. Так а он у вас жить позвал к себе, в смысле задумался? Живи. Ты мне как верующий, такого мне нужно. А, он то есть вас позвал, чтобы у вас учиться жизненному опыту, правильно? Да, учиться не учиться. И он дает мне, пожалуйста, живи и пользуйся. У меня сын погиб, жена больная. Вот мне такой верующий человек нужен, говорит. Я говорю, я не могу, говорю, как я? Остану и пойду. Не, да, тебе пользоваться всем благом. Так а в палатке вам не холодно? Вот она, вот она. Палатка Владимира. Мы же русские. Ну вы не мерзнете, вам хорошо там? Ну, я об этом не думаю, короче. Это очень сильное слово. Можно нас обращать? Спасибо, у тебя печальное слово не говорит, что это хорошо тебе. Это у женщин комфорт. А, у женщинам хорошо. У женщин за комфорт там гоняются. А нам, мужчинам, нельзя думать, хорошо тебе или плохо. Ты мужчина, ты, знаешь, проходишь путь какого. Каков нет у тебя. Ну, путь какой? Становление личности и создание семьи. То есть занятие вместо главы семьи. Отличие от женщины. А их не словами нельзя. А они навешали вам, молодые. Вкусненько. Хочу, не хочу. Ну, сейчас женщины, да, такие. Там реснички, ноготочки там. Сами вперед уезут, там решают. То есть они не создают уже атмосферу, да? Не вдохновляют. Слышишь, но какой-то выбрал. Если ты выбрал не таковой, то у тебя. Вот здесь был. А где семья ваша, как это? У меня за 70 лет. Я с Богом остался. У нас война. Похоронили, да, всех. Моя была война. У нас перенесло. Вообще, не знаю. Материны еще осталось. Подумаю, здесь, в России, ее сплацовывают. То же самое. Ну, ладно, да. Все, это пересветит бандитизм. Да вообще караул. Братский народ, Украина. Вот это вот все. Не, не, Виталий не надо. Это все брат Антихрист. Это вот. Деление от него. Мы же все на энергетике, а одно целое. Все он. Вот только одержись ангела, а все вот за Бога. Так ангел тебя приведет к Богу. Он твой хранитель. Он все. Без его помощи к Богу не притягивайся. Без его помощи к Богу не притягивайся. Это не сложно. Это уж какой-то духовник тебе какой-то будет заниматься. Такой опыт. И он с тобой вот так будет заниматься. А где его взяли? Ну, знаете как? Вот что я хотел сказать. Вот все про Иисуса многие говорят, что вот Иисус, вот кровь пролил, он тебя приведет. Мне это сложно понять. То есть я думаю, что они запутывают. А вот про ангела интересно. Вот. Вот про ангела ложится. Он приведет, а им это не надо. Вот здесь есть Мария. Она секта. Она возглавляет. Секта возглавляет? Да. Она как гуру. Если она тебя возьмет, ей огромные деньги. Мне сказала цветочница, которая здесь работала, с Ростова. Ну, я видел делу женщину. Да. Она говорит, ты смотри. Она закончила, и она сама говорит, в Европе колледж. Это миллиардеры. Секта, короче. И они снабжают эти секты. Им не нужно праздничать. Антихристовая церковь. Дьявол. Вот тебе и церковь, да, вроде под религию, да, скрывается. А на самом деле. Он все будет. А конец каков? Он восядет, а его примет, как за Иисуса. Он все даст. Довольно. А это уже время видно. И ты не мухи, но ты вот иди к нам, и все получишь. А к концу так это вообще... А таких как стойкий, волевой, санглом будут, они, конечно, будут уничтожать. Вот я не знаю, что по-чему. Вот у меня, знаете как, нету концентрации внимания, да? То есть я постоянно прыгаю с занятия на занятие, с процесса на процесс. То есть я не могу одно закончить, я сразу бегу, второе начинать. То есть вот этого нет. Это здесь тебе еще... Дисциплины нет. Дисциплины нет. Но вот сыроедение, как я думаю, оно должно мысли освободить от листи. Нет, сыроедение, оно еще больше тебе энергию дает. Ты еще больше прыгать будешь. Сыроедение это энергетическое. Дает энергию. То есть лишней зашлаковки нету, да? И оно дает энергию. Это солнце у них, это я понимаю, это индусы, где солнце больше года. Ну, почти год. Тибетцы. Вот. Это от них оттуда. Мы же, я вот на холоде, я только этими сдерживаю палаткой. Холодом. И во мне прет энергия. Вот два месяца. А, так тебе энергию даже девать некуда, поэтому как бы... Не то, что девать, а куда ты ее денешь, она тебе будет везде переть. Потому что такая пища энергетическая. Ну, дрова колоть может быть. Тешилю же, и ладно, мне за 7 лет, я еще, я ничего так все... Ну, конечно, конечно, располагать все. Можешь придумать, что хочешь, можешь... Хорошо сидеть. Можешь идти, вот тут есть у вас живет, черненькая, не русская, она вон в море, я ее сейчас видел. Купаться можно, да? Ну, у нее прет сыроедство. Она вот сейчас... Ну, у вас же тоже, да, изменений много? Вот вы сколько уже? А организм сам с собой, конечно. Я из-за этого восстанавливаю то, что утратил. Ты на этих вещах вовремя схватился. А я 70 лет ерундой занимался. Ну, а вы 70 лет тоже какое область жизни вели? Да какой? Ну, пусть я... Ну, бухали, нет? Да нет. Ну, а что толку? Блудил женщины. То есть и еле чуть-чуть упадрел. И все, благодаря. Ты за организмом не не следил? Пахал очень сильно, любил музеи, спорт у меня заложен. Это меня спасало. А потом услышал за Иссородей. Мне Иса привел такой, я его встретил. Сразу же монах. Вот он Индию прошел, все. И я его знаю, наверное, это крымский. Да, утес. Утес. Я знаю, он там жил, у него еще друг Гривастый-то, Ромка. У него... Учерявый. У него много. Певец там был. Да, вот Роман, Роман, я про него и говорю. Вот палатка его была. Вот он у него спирал, палатку у него поселил. А потом я купил у Гриши, а сейчас я здесь другую уже более понадежнее взял. Да вы чем сейчас зарабатываете? Как вас? А ничего не зарабатываю. Как же вам финансы-то поможет-то? Не вздумай, я себе думаю. У тебя семья? Не вздумай. Ну, значит, там тоже кризисы там всякие. Не-не-не, ты занимайся собой, у меня будет все нормально. Я же... Придумать, как заработать просто? Нет, да тут можно было и на мандарины пойти. Нет, не думай. Я занимаюсь чисто сейчас сыроедством. Познать. Сам повар. И вот я сам. Я не на дробилку вот здесь внизу на кухне. Я все толкушку. Вот толкую на тертку, потом толкушкой. Ну, я понял, принципы свои, да? То есть... Как раньше было. Своей энергией. Все. Я это все туда, что можно, и начинаю это вычить. Но даже вот... Горох туда, чечебица, лук, чеснок, редька. Толку маслом и толку. Потом блюдо... Чувствую каждый вот этот... Каждый ингредиент каждого вкуса. И никто мне не делает. И не покупать в столовой там или еще что-то. Ты сам повар. Но истинно сыроеда, вот я видел у нас девушка одна, которая... Она металлическим ножом не пользовалась. Потому что, если металл касается пищи, то она уже, ну, как оскверненная. Это, брат... Это детали, да? Доворочки, кто по что. Это если я буду думать, девушку... Мне пища идет, мне организм изменяется. Ну, все. Ну, вот, то есть, в Крыму познакомились и сразу сюда приехали, вот, три месяца. Не сюда, а в Крыму был недели-две. Так, и что это? С жесткой, грубой, жареной пищей сразу на... Нет. Как переход случился? У меня было, как тебе сказать... Я уже месяц где-то в Ялте, там, духовник у меня есть, я соду начал принимать. А он тоже, говорит, я стал, у меня ноги стали не так болеть, он говорит. Ну, я говорю, давай будем пить. И вот я где-то около месяца. А как соду пить? То есть, в смысле, прохшалану делать, чтобы... Ну, эту ложечку маленькую на чашку или на стакан. Кипятки заварить? Да, ну, не кипяток, теплая. И вот прям просто пьешь и... Размешай и пей. Потом, через месяц, мне даже, ну, типа, спротивило. И я ее не стал. А там бегал по носу, и всю дорогу вот такая, вот, такая, от нее жила. То есть от нее стул по носу, да? Да. И ночью вскакивал, а там хорошо в Крыму два туалета деревянных прямо. Да, конечно, там был же тоже. Ну, а с палатки выскакиваешь, и все. И вы быстрее в туалете. Короче, суть этот месяц, первого перехода, пространца, да? И это у меня очистило. И когда я уже в Крым, уже морозили, они уехали, мороз начался. И там уже пришли две подруги, там, мутились, там началось... Ну, что мне, ну, если хочешь заниматься, едь. И я с этим собрался. А они тоже как раз три дня там помутились, всех, и рюкзак, и палаточки. Ишь, такие две бомбы, блядь. Они их там так, это... И то, там, полумолдаван вот эта гитара хорошо поет и играет. Он, вот, я заболел, до утра их. Вот эти тети до утра их. Вот, а уже холодно, они, ну, здесь костер, и что туда палатку лезть нужно? И этот заболел гортанью, блядь. А они собрались, и их нет. И вот такие вот, и залетные, и такие лихие. Я тогда смотрю, блядь. Я раз собрался, думаю, они венцо, вот это виноград, ты знаешь, под вино этот, черный у них мелкий. Вот, там, рядом же виноградники. Они стали его приносить и квасить. Там был такой с семьей. Вот он здесь рядом с сыроедной поляной было? Да, они там прямо в сыроедной поляне. Так это вот, через ручеек там. Вот ручеек проходил, и он там в печке жил. Я понял, кто это. Ну, 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 понял. Ну, он пить, ну, он ничего. Ну, он такой, он не сыроед такой. Нет, нет, он так, жена у него, труженица, двое деток, жалко. Он прямо с нее требует деньги, брат. Она идет, работает на винограднике, зарабатывает. Ну, бог с ними. Это их дело, да? Россия гигантная, с сектой ничего не пережалеешь. Думать, надо думать, вот день пришел, и что дальше? Посредством себя хотя бы пример другим давать, да? Да, сам себя укрепляй, и все. И выдумывай, вот эти все, это не наши. И какие это не эмоции. Это глупости. Наигранно. Так вот, глупо и вырасти. В общем, брат, мы все разобрались, ты понял. Я в тебя погостевал. Значит, занимайся собой. Конечно, самосовершенствование путь. С ними занимайся, занимайся, и все, вот так иди. Вот, чтоб ты ни в какую секту никуда не нырнул. А злова уже приведет, и она тебе жизнь покажет. Да, конечно. Вот, я тебе не собираюсь... Если что, заходите в гости, я кому всегда рад. Я тебе не собираюсь вести, это сектанты любят. Тащить и убалтывать, извини, бог знает, что налепят. Нет. Это сила воли. Слышишь? И ты на силу воли опирайся во все. В люди. Как ты не вернешься ни к прошлому, никто тебе другой никуда нечет. И все пойдет, как иди. Благодарю за беседу. Ничего не делаю. Очень, очень. Благодарю за беседу.